Семилетняя София свой очередной день рождения встретила на больничной койке. Девочка приехала в Сочи с родителями на тренировочные сборы по фигурному катанию. Упала на льду, коньком поранила голову. Срочно потребовалась медицинская помощь. Из Олимпийского парка начинающую фигуристку доставили в детскую больницу. Мы очень благодарны врачам этой больницы, лечащим врачам, персоналу всему, за высокий профессионализм, за такое отношение к больным пациентам. Все было сделано вовремя, квалифицировано, помощь оказана. Мы подняли нашего ребенка на ноги в течение короткого времени. Лето для сочинских врачей – горячая пора в прямом и переносном смысле. Население курорта увеличивается. Россияне стремятся привезти детей на отдых к морю. Местные школьники на каникулах порой остаются без присмотра взрослых. Если в межсезонье в медпункт обращаются не более 30 человек в сутки, то летом эта цифра увеличивается вдвое. 9 из 10 – это, получается, ушибы, растяжения, небольшие раны, порезы, царапины. Вот так вот. Если брать из тяжелых, то, конечно, это дорожно-транспортное происшествие. Они сопровождаются тяжелыми повреждениями. Так называемая катотравма, падение с высоты, с опорных стен, даже бывает из окон. Мальчики получают травмы в три раза чаще, чем девочки. Травмоопасная зона – пляж. Подростки часто купаются в неположенных местах или ныряют в сбун. Порой такое лихачество заканчивается печально. При ударе одной или камень юные экстремалы получают переломы шеи или позвоночника. В таких случаях требуется экстренная диагностика на компьютерном томографе. Все тяжелые травмы сопровождаются либо переломами, либо кровоизлияниями, повреждением внутренних органов. Чтобы это оценить максимально быстро, нужен комбинарный томограф. Другие методы делают это либо медленнее, либо, скажем, задержкой. Но в любом случае мы теряем время. В 2015 году в травматологическое отделение детской больницы обратились 15 тысяч юных пациентов. Лишь десятая часть из них оказалась на больничной койке. Остальные прошли лечение амбулаторно. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова